Здравствуйте, товарищи! Сегодня я предлагаю вам окунуться в замечательную, увлекательную установку операционной системы семейства GnuLinux, а именно Xlacva. Нам в этом поможет ноутбук Lenovo G475. Да, это древний, ни к чему в принципе не приспособленный ноутбук на базе процессора AMD C50. Это два ядра и целых 1 ГГц на каждое ядро. Да, и видеокарта по-моему HD6410, если я не ошибаюсь. 3 ГГц оперативной памяти типа DDR3 и SSD накопитель на 120 ГБ. В принципе нам этого устройства вполне будет достаточно для того, чтобы установить Xlacva, но даже и каким-то образом попользоваться вполне вероятно, в интернете точно уж можно будет посидеть, проверить почту. Это безусловно. На это способны даже более простые устройства. Ну а перед установкой Xlacva я предлагаю ответить на просьбы некоторых зрителей и рассказать небольшую шутку. Штирлиц всю ночь топил камин, к утру камин утонул. Ну а теперь пойдем к установке операционной системы семейства GNU Linux Slacva. После того, как вы записали доступными для вас методами дистрибутив GNU Linux Slacva на USB флешку, вставили его в ваш USB порт в вашем устройстве, загрузились в BIOS, доходим примерно до загрузки BOOT, ну или BOOT LOAD или как-то еще она у вас будет называться, и выбираем первым устройством нашу флешку. Сохраняемся и перезагружаемся. После этого у нас произойдет загрузка с нашего USB носителя. Видим окно, так сказать, приветствие. Нажимаем Enter. И у нас грузится уже, так сказать, основная часть для работы с установкой. Ну или, так сказать, мини-дистрибутив. Загружается для работы с устройством. После этого выбираем раскладку клавиатуры. Я оставляю это по дефолту. То есть, так как она здесь есть. То есть, USB этого мне достаточно. Вы можете выбрать абсолютно любую, но рекомендую оставить так, как есть. Также нам, в принципе, очень сильно пригодится такая раскладка. Как РУ. Нажимаем 1. Логин у нас. Рут. Можно просто нажать Enter. Он войдет в РУТ. Рибо нажать РУТ. Он также залогинится. После этого, как мы зашли в Суперпользователя или в Пользователя РУТ, нам необходимо применить файловую таблицу или таблицу разделов. Для того, чтобы не скакать, если у вас там новый жесткий диск или у вас старый жесткий диск и установленная система, лучше всего сделать следующим образом. CFDisk-Z. И он предоставит нам выбор таблицы разделов. Желательно, перед тем, как приступать к установке SlackVar, необходимо скинуть все необходимые данные с этого накопителя, на который вы будете устанавливать, на какой-то другой, потому что все, естественно, отформатируется. В данной установке мы будем использовать, ну, скажем так, не GPT, а MBR. Поэтому выбираем DOS. Видим, что наша файловая таблица чистая. Нажимаем New. Выбираем, ну, к примеру, выберем, пусть будет 108 ГБ. У нас будет Primary, у нас будет Boot. И тип раздела у нас будет Linux. Здесь же оставим 3,8 ГБ. И выберем тип LinuxSwap. После этого нажмем записать в Write. Напишем полностью слово Yes. Если вы напишите просто Y и нажмите Enter, то все вроде как бы применится, но на самом деле ничего не применится. После этого переходим на выход и нажимаем Enter. Для того, чтобы убедиться в том, что мы все правильно сделали, вводим команду lsb.ok и видим то, что у нас раздел SDA, ну, точнее, накопитель SDA отформатирован. Файловая таблица у него имеется. Есть два раздела, 108 и 3,8. После этого нажимаем, точнее, не нажимаем, а пишем Setup и переходим уже к установке. Нам необходимо добавить свап-раздел, потому что мы его создавали. Нажимаем, у нас свап-раздел находится. И нажимаем ОК. Хотите ли вы проверить файловую систему, то есть подключен ли наш свап на битые сектора? Если хотите, можете нажать Yes, то пройдет какое-то количество времени и вы сможете продолжить установку. Если не хотите проверять на битые сектора, нажмите No. Я, конечно же, нажму No. Система нам сообщает о том, что все произошло правильно. Свап добавился в файл FSTAP, находящийся по пути slash etc slash fstap. Нажимаем ОК. После этого нас просят выбрать корневой каталог, корень файловая система, куда будет установлен. Это у нас slash dev slash sda1, который мы делали на 108 гигабайт. Select, форматировать, естественно, форматировать. И EXT4. Вы можете выбирать все, что вам нравится. Я же рекомендую EXT4. После этого происходит форматирование, также дописывание в FSTAP. И теперь же нам необходимо выбрать то, с чего мы устанавливаем. То есть, если выбрали флешку для установки, соответственно, USB-стик нужно выбрать. Если вы записали на болванку CD или DVD, то, естественно, нужно выбрать CD или DVD. Я же выбираю USB. После этого произойдет сканирование нашего накопителя на необходимые для установки данные. Какое-то время пройдет, и установка продолжится. Теперь же необходимо выбрать то, что у нас будет находиться в основной нашей операционной системе. Если вам KDE не нужен, то, естественно, отключаете пробелом KDE. Если вам XFSE не нужен, то отключаете XFSE. Если хотите оставить все, можете оставить все. Не принципиально. Также можете отключать что-то, то, что вам нет необходимости иметь у себя в системе. Теперь нам просят выбрать то, каким образом будет установлена система. Full – это полная установка без каких-либо проблем. Все остальные либо для более продвинутых пользователей, либо для тех, кто чуть-чуть шарит в установке SlackWare. Мы же ничего не знаем с вами, поэтому будем полностью устанавливать систему. Нажимаем ОК. И далее проходит установка. Какое-то время она пройдет, и мы перейдем к дальнейшей настройке и установке этой системы. Здесь же нас просят выбрать то, будем ли мы делать загрузочную USB-флешку или нет. То есть, для загрузки нашего устройства непосредственно вставленным USB-носителем. Я лично выберу нет. Теперь нам делают предложение о том, хотите ли вы установить загрузчик, либо для того, чтобы загружалась операционная система, или же вы хотите оставить так, как есть. Если вы откажетесь, то естественно операционная система у вас стартовать не будет. Здесь есть несколько вариантов. Либо пропустить, либо в режиме эксперта. Если вы знаете, какие настройки нужно делать, то пожалуйста, можете использовать режим эксперта. Либо в стандартном автоматическом режиме. Мы же естественно используем в автоматическом режиме. Здесь мы выбираем разрешение самого загрузчика. Проще всего оставить по стандартным значениям. Здесь есть дополнительные параметры загрузчика, которые мы естественно пропускаем, потому что мы используем все по стандарту. Теперь же необходимо выбрать то, куда будет записан загрузчик, и каким образом это будет сделано. Естественно мы выбираем MBR. После этого выбираем то, каким образом у нас будет подключаться мышка. Можно выбрать либо PC2, либо оставить так, как есть. то есть Microsoft PC2. Но пусть будет PC2. Хотите ли вы это все дело записать? Да. Провести настройку конфигурации Ethernet для подключения через кабель или Wi-Fi естественно нужно. Название компьютера у нас будет Lenovo. Здесь же у нас мы пишем опять Lenovo. Вы можете писать все, что угодно. Главное, чтобы название совпадало via VLAN. Нет, я не хочу. Здесь вы можете выбрать то, что вы будете использовать для подключения интернет. В большинстве случаев это Network Manager. Его мы естественно и оставим. Network Setup Complete. То есть настройка закончена. Здесь мы можем выбрать дополнительные пакеты, которые мы будем использовать в системе. То есть, к примеру, Cups для подключения принтеров, либо еще есть один из основных так сказать пакетов OpenSSH. То есть, для удлинного подключения к вашему устройству. Если не хотите OpenSSH, можете отключить, ну, либо включить. Я же включу еще Cups и нажму ОК. Хотите ли выбрать шрифты для консоли? Конечно, хотим. И это у нас будет CUR San16. Выберем локальное время, где мы находимся. У меня это Азия и Иркутск. У вас может быть совершенно другой населенный пункт. Главное, что его нужно найти и выбрать тот, который именно нужен вам. Здесь нам предлагают использовать какой-то стандартный текстовый редактор для консоли. Пусть будет это Vim, хотя я пользуюсь Nano, поэтому в принципе без разницы. загрузчик для того, чтобы стартовали иксы, так как у нас KDE плазма это естественно KDE, то есть initrc.kde. Внимание, не обнаружен пароль пользователя root. Хотите ли его создать? Конечно, хотим. Не менее восьми символов. Пишем его первый раз, второй раз повторяем. если все хорошо, паспорт update нам напишет. Нажмите Enter. Система установлена, можете перезагрузиться. Выбираем выход. Нам говорят о том, что USB порт можно освободить. И выбираем перезагрузка. и видим наш загрузчик Лива. Нас приветствует SlackVar. Нажимаем Enter, чтобы две минуты не ждать. Ну, а как настраивать SlackVar, что для этого необходимо знать, как вообще с ней работать, какие пакеты необходимы для работы в большинстве случаев всем. Мы об этом, конечно же, узнаем, но в следующем ролике. Сейчас же мы дождемся загрузки в терминале этой операционной системы. Стартанем графику. Вот. Таким образом у нас будет всегда загружаться SlackVar, если мы никаким образом не будем ничего изменять. Пишем root. Пишем к нему пароль. Все, пользователь root. вошел. Пишем startX. И у нас стартует уже графика. Как вы видите, KDE у нас пошел, значит все замечательно. Мы сделали правильно и можно дальше работать уже непосредственно с самой операционной системой. Ну и вот KDE запустился. SlackVar работает. Ну а выводы делать только вам. и Спасибо.